Эфир телеканала Россия продолжает вести Ульяновск. В студии Артем Петров. Здравствуйте. Бег, силовая гимнастика, метание граната, а также разборка и сборка автомата. Кто в этом деле лучший среди школьников в регионе проходит городской этап военно-патриотической Зарницы. Летний отдых должен быть безопасным. Область готовится к каникулам. Какие нарушения выявлены и когда их устранят? Они творческие и одаренные. Юбилейный конкурс «Новые имена» выявляет лучших в различных номинациях. Итак, 517 различных организаций будут обеспечивать отдых, оздоровление и обучение детей в летний период. В регионе заработает 30 стационарных загородных лагерей, 408 с дневным пребыванием, организованных образовательными организациями 59 детских лагерей труда и отдыха и 20 палаточных. Все они сегодня проходят различного рода проверки, в том числе на соответствие требованиям СанПИНа и пожарной безопасности. Стационарных детских лагерей проверено 10. При этом в четырех учреждениях выявлено нарушение требований пожарной безопасности. Всего выявлено 44 нарушения. Эксплуатирующим организациям выданы соответствующие предписания, а в отношении юридических и должностных лиц возбуждены административные дела. В части детских и оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей в текущем году проведено 45 проверок. Всего выявлено 248 нарушений. Большинство нарушений требует пожарной безопасности, связанным с режимом содержания зданий, эксплуатации имеющихся средств обеспечения этой самой пожарной безопасности, а также разработки организационно-распорядительной документации. Все их предстоит устранить до начала сезона. Также на заседании акцент был сделан на обеспечении антитеррористической безопасности. Охрана будет осуществляться охранниками, имеющими соответствующую подготовку. Это очень важно. Службой Росгвардии проводится проверка частно-охранных мероприятий. В 11 загородных лагерях, расположенных в зоне действия ПЦУ, установлены кнопки тревожной сигнализации. В трех загородных лагерях вне зоны действия ПЦУ установлены кнопки мониторинга на принятие сигнала тревога. Также идет работа по установке системы видеонаблюдения. Пока она отсутствует только в трех загородных лагерях, но они должны появиться в них до 1 июня. Среди выявленных нарушений – несоответствующее ограждение и недостаточный уровень освещения. И эти недоработки уже устраняются. Но в то же время руководство чрезвычайного ведомства напоминает, что наибольшую опасность для детей представляет открытые водоемы. Поэтому необходимо провести весь комплекс мероприятий, который поможет избежать трагедии. В регионе стартовала ежегодная военно-патриотическая игра «Зарница». Сейчас проходят зональные этапы в Ульяновске. В городе много школ-участниц – 13. Сразу 8 из них в Заволжье. О том, как школьники готовились к «Зарнице» и какие результаты показывают – в нашем репортаже. «Зарница» – военно-патриотическая игра. Ученики средних и старших классов образовательных учреждений должны проявить себя в спортивной и военной подготовке. Первое испытание – это строевая. Россия! Россия! В этом слове огонь и сила! Обязательная программа военно-патриотической игры – снаряжение магазина автомата, разборка и сборка оружия. Готовятся ребята к «Зарнице» основательно. «Мы каждый день собираемся, отрабатываем строевую, одиночную строевую и различные другие параметры мы тренируем в себе. Такие, как патриотизм, то есть мы поем песни, изучаем историю России. Также мы изучаем сбор-разбор автомата, ОЗК и так далее». Что касается спортивной подготовки, то здесь ребята соревнуются в беге на 60 метров, силовой гимнастике и метании гранаты. Лучшая команда «Ульяновска» станет участником финала областного этапа, который будет идти 4 дня. Первый из них 27 мая пройдет в 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде. «Зарница» у нас, помимо того, что она традиционно посвящена 74-й годовщине Великой Отечественной войны, она еще проходит под знаком вывода войск советских из Афганистана. Наша 31-я бригада – наследница 104-й дивизии, в которой тоже были ребята, которые служили в Афганистане. Поэтому мы приняли такое решение – старт дать на плацу 31-й бригаду 27-го числа. И там уже у нас пройдут три первых испытания – это строевая подготовка, конкурс сравнения на знамена и полоса препятствий. Оставшиеся три дня пройдут в лагере «Юность». На областном финальном этапе «Зарницы» программа будет расширенная. Добавляется полоса препятствий, тактическая игра, историческая викторина, конкурс визиток. Дмитрий Емельянов, Элла Шахова, Сергей Свешников. Вести «Ульяновск». Задержан подозреваемый в совершении серии грабежей. В дежурную часть полиции по Заволжскому району поступили сообщения от четырех жительниц областного центра о хищении у них личного имущества. Полицейские установили, что неизвестный в темное время суток в подъездах домов или в безлюдных местах подбегал сзади к женщинам, вырывал из рук сумки, а с шеи срывал золотые цепочки. После злоумышленник скрывался с места происшествия. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по подозрению в совершении преступлений задержали ранее судимого за аналогичные деяния 40-летнего жителя областного центра. Задержанный в содеянном сознался и пояснил, что похищенное ценное имущество сдавал в ломбард. В настоящее время по данным фактам возбуждено уголовное дело. Похищенное изъято. Подозреваемому избраны меры пресечения и видя заключение под стражу. Сотрудники полиции просят всех пострадавших от действий данного мужчины сообщить об этом под телефоном в Ульяновске 52 19 02 или 55 29 02. К другим темам. Посевная кампания вышла на финишную прямую. Все фьеровых культур сейчас выполняют хозяйство всех муниципальных образований. Будучий урожай уже занял площадью более 632 тысяч гектаров. Среди сельхозорганизаций по выполнению плана Сева лидирует хозяйство Барышского, Вишкаемского и Сингелеевского района. Сейчас аграрии области все свое внимание сосредотачивают на борьбе с засоренностью посевов, вредителями и болезнями сельхозкультур. Напомню, нынешняя посевная кампания стартовала раньше на две недели по сравнению с прошлым годом. Ульяновские фермеры уверены, что она будет не менее успешной, чем в 2018. Население России составляет более 146 миллионов человек. Из них с диагнозом ВИЧ живут около 900 тысяч. Каждый час в нашей стране заражается 10 человек. Официальные цифры удручают, но есть в ситуации и положительные тенденции. В 2018 году впервые за последние 14 лет регистрируется снижение темпов заболеваемости. 19 мая прошел Международный день памяти умерших от СПИДа. На пресс-конференции специалисты Роспотребнадзора и спеццентра рассказали о работе со страшным недугом и предоставили статистику. Ульяновская область на 16 месте по заболеваемости в стране. Наша Ульяновская область на 8 месте. Если мы занимаем 16 место по заболеваемости, а по смертности 8 место. Это говорит о том еще, что у нас есть проблемы в оздоровлении и получении и своевременной диспансеризации всех ВИЧ-инфицированных больных. То есть, если даже мы бы держали 16-ю позицию, это бы говорило, что у нас как-то равномерно. То есть, у нас состоящих на учете больше, получающих лечение меньше и практически летальными случаями у нас в ситуации еще хуже. В современном мире врачи борются с вирусом иммунодефицита человека. Наблюдается увеличение жизни страдающих ВИЧ. Ну а самым основным методом считается раннее обращение с проблемой. Медики рекомендуют проверяться, попросту сдавать анализы. Всем, без исключения. Индивидуально работаем с каждым пациентом, стоящим на учете, для того, чтобы они потом не отказывались от этой терапии. Терапия тяжеловатая, но бесплатная совершенно для наших пациентов. Она не дешевая, сразу говорю. Вот всего у нас стоит на учете из 11 тысяч, у нас стоит 8 тысяч на учете. Из них 6 тысяч получают терапию. Вот на эти 6 тысяч государство расходует около 400 миллионов рублей. Для пациентов она абсолютно бесплатная. К нам она приходит не в денежном эквиваленте, а сразу лекарствами. При антиретровирусной терапии вирус в организме перестает размножаться, его становится меньше. И лечение это ни в коем случае нельзя останавливать. Даже если состояние улучшилось, предупреждают врачи. Сегодня ведущей причиной летальных исходов остается туберкулез. Специалисты всего мира рекомендуют заниматься профилактикой здоровья и вовремя обращаться за лечением в случае возникновения проблем со здоровьем. Региональный конкурс «Новые имена» вновь собирает одаренных детей. Проходит он при поддержке благотворительного фонда «Новые имена» имени Еветте Вороновой, президентом которого является пианист-виртуоз Денис Мацуев. Его цель – выявление одаренных детей и оказание всесторонней поддержки для их профессионального роста, а также сохранение и развитие академического и народного направлений художественного творчества и исполнительского искусства. Ульяновская власть – это 20-й юбилейный конкурс. В нем принимает участие более 30 талантливых ребят. Я сейчас пела «Я маленькая» и «Барню». Я маленькая пела, потому что она мне очень идет и, наверное, мне она подходит. А «Барню» пела, потому что мы ее пели вместе с моим коллективом, и всем она понравилась, и я решила одна спеть. Мы – педагог. Конкурс проводится один раз в два года по пяти номинациям. Ребята, которые занимаются на фортепиано и струнно-смычковыми инструментами, ослаблены позицией народных инструментов, нашего замечательного инструмента гармонии баян. Почти не представлены ребята. Это очень обидно. Радостно, что пять номинантов духовых инструментов. Этот вид тоже у нас угасал, но он очень замечательный. И мы надеемся, что также ребята достойно выступят. Многие лауреаты этого престижного регионального конкурса теперь победители различных международных творческих соревнований. Кроме того, в ближайшие два года благотворительный фонд «Новые имена» реализует проект, где предусмотрен отбор стимпедиатров на новый учебный год. А также проведение для детей и молодежи творческих встреч, концертов, мастер-классов с участием деятелей искусства и организацией ежегодной летней творческой школы в Суздале. Это Владимирская область. В Ульяновске готовятся к проведению еще одного чемпионата мира. Напомню, летом в областном центре соберутся лучшие стрелки из арбалета. А это порядка 500 спортсменов из 35 стран. Состязания пройдут в матчевом и полевом дивизионах. Организаторы уже составили примерный график. Заезд планируется 12 августа. Официальное открытие через день. Награды разыграют в командном и в личном зачетах. Борьба развернется сразу на двух площадках. Полевому дивизиону отдали стадион труд матчевому помещению университета футбола. Мы были на стадионе Тро. Прекрасный стадион, прекрасные условия. Нам показали подсобное помещение, показали раздевалки, душевые, помещение для работы судейских коллегий. Помещение мы даже просили для топпинг-бол. Финал пройдет 17 августа на труде. В этот день станут известны чемпионы мира. Закрытие форума 18 августа «Волга-спорт-арене». Кроме торжественной церемонии запланирован концерт с участием творческих коллективов, а еще популярней группы дискотека «Авария». Мероприятие проведет известный спортивный комментатор Виктор Гусев. Позже иностранным гостям предложат искупаться в «Волге». Мы такой чемпион в мире проводили в Улан-Удэе, и мы возили на Байкал, и поэтому страха у нас нет, 500 человек вывезти на автобусы куда-то. Федерация по стрельбе из арбалета намерена пригласить на форум прославленного хоккеиста Владислава Третьяка, а еще известного спартаковского футболиста Евгения Ловчева. К ним присоединятся ульяновские чемпионы. Организаторы заверили, что проблем с транспортом для участников не будет. Так же, как и с размещением в гостиницах, зарезервируют номера и для болельщиков. На этот час у нас все новости. Прямо сейчас авторская программа Бориса Корчевникова «Судьба человека». Оставайтесь с нами. Сейчас в Ульяновске 14 градусов тепла. Атмосферное давление 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха 41%. Ветер северо-западный 7 метров в секунду.